итак начинаем. на чердаке нашел такие часы. как разобрать. здесь есть фиксатор сверху клипса. если его туда нажимаем проваливаем, то снимается стекло. дальше снимаем стрелки фиксатор с помощью которого крепится. эти стрелки будут необходимы. собираюсь из такого материала. на чердаке также нашел кусок алюминия. по диагонали отрежу для того чтобы было длиннее. это будет самая длинная стрелка. приклею вот этой стрелки и попробую как она будет работать. причем так сделаю чтобы здесь достаточно широкий был задняя часть. а сюда сужалась. для того чтобы компенсировать вес стрелки. иначе в таком случае не сможет вверх поднять стрелку. нагрузка будет большая. но если с обратной стороны будет какой-то вес то она компенсирует эту длину. и будет ей не тяжело поднимать стрелку вверх. это была вот такая какая-то иллюстрация детская. советская. много-много лет валялась. ну а теперь вырезать буду попробую или ножницами или сейчас попробую вот таким инструментом с помощью линейки и ножа. разлинею и попробую вырезать. во всяком случае сделаю борозду и затем она отломается. когда перейду к следующей части уже это думаю что и корпус возьму из вот этой части буду делать сделаю здесь отверстие. вставлю часы сюда. здесь отверстие вставлю часы и покрашу в золотистый цвет или обтяну самоклеящейся пленкой. возможно покрашу. еще не решил. стрелку оказалось проще чем я думал. нож. выставляем. сейчас уже будем делать часовую стрелку. выставляем какую толщину необходимо. я думаю что приблизительно вот так будет выглядеть на усмотрение. проводим несколько раз ножом. в принципе около 5 раз. со средним нажимом. наверно выше среднего. убираем и потихонечку. напоминаю что это алюминий. толщина небольшая. металл его в какой-то степени прорезает. теперь просто потихонечку отломаем. если показать то видим что это бывший котик. планирую я покрасить эти стрелки. посмотрел что в полосочке никто не догадается что это глаз котика. таким образом наверное и оставлю стрелку. не буду даже ее изменять. единственный момент что я хочу сделать. подумаю нужно или нет. можно пару раз здесь посредине провести еще одну ленту. одну полосу ножом пару раз. чтобы немножко ее согнуть. тогда образуется ребра жесткости и не сгибается. так держит определенный размер и определенную форму. нужно будет это делать или нет. не знаю. я такое сделал на стрелке минутной. она тонкая. раза в три тоньше. и пришлось ее немножко усиливать ребром жесткости. но здесь я так делать не буду. в принципе по длине она будет где-то вот так. это будет вторая стрелка часовая. ну а то как я буду делать уже сам механизм оформлять я покажу позднее. ситуация такая. я проверил часы с стрелками которые я вырезал. это будет минутная. это часовая. идут часы не останавливаются. было сомнения в отношении идут не идут. потому что центр тяжести немножко смещен. часы справляются поднимаются. в принципе для того чтобы избежать этого нужно или больше здесь большую часть за стрелкой сделать или сюда какой-то вес прицепить. вот здесь например приклеил старую стрелку для того чтобы туда правильно засунуть и приклеил в эту сторону. это правильно. потому что таким образом подтягиваю центр тяжести как можно ближе. то все равно центр тяжести немножко смещен. думаю что часы справятся. вот здесь будут часы. специально сделал немножко сместил его относительно центра. я хочу чтобы они были не по центру специально. и сейчас обтяну самоклеющейся пленкой и приклею сюда часовой механизм. поставлю и все можно цеплять на стену. как получится покажу дальше. тоже как я говорил я показываю как получилось. вот таким образом я взял обтянул самоклеющейся пленкой. здесь правда есть такие. оно и должно было так получиться. натянуть лучшее в принципе возможно. может быть я это в процессе сделаю. если феном греть и натягивать оно становится все лучше и лучше. но сложно потом убрать все пятнышки воздуха которые здесь образовываются. но пока так. я думаю может быть поменять на черный фон. была у меня самоклеющаяся пленка именно такого зеркального вида. вставил я часовой механизм. как уже говорил я сделал его немножко не по центру специально. для того чтобы он более оригинальный выглядел. приклеил сам часовой механизм с помощью термопистолета. приклеил верхнюю крышку. это для того чтобы здесь было за что повесить на гвоздик. поставил вот такие получились у меня легкие стрелки. как уже говорил что можно в принципе было их и купить отдельно. механизм стоит 3 доллара и вот такие стрелки в принципе тоже 3 доллара стоит. можно купить. что я хочу сделать в отношении циферблата. я не люблю циферблат с цифрами. мне больше нравится без цифр. вот таким образом. откуда я вот это взял. я сам делаю шкафы купе. у меня осталась планка. это соединительная промежуточная планка для шкафа купе. я ее разрезал на 4 части. на 4 части разрезал и вот этой частью хочу сделать основные 4 деления. деление на часа. затем еще не основные сделаю какими-то другими. например из оргстекла вырежу и покрашу. я еще не решил. здесь обе части на одном уровне. это и это. то есть лицевая и тыльная на одном уровне. когда смотришь видно тыльную часть. я ее обрезал. вот эти вот ушки я обрезал. и теперь у меня вот так это выглядит. задняя часть не выступает. можно и так сделать. в принципе это не портит картину. но мне почему-то захотелось ее обрезать. обрезать фаску для того, чтобы даже сбоку как бы она висела немножко. выступала и не видно было что она крепится сзади. приклеил термоскотч. простите двухсторонний скотч с той стороны. и если прицепить на горячую феном прогреть и прилепить. скорее всего будет держаться. я еще точно не знаю. на обоях должно держаться. но в принципе на гвоздике у меня будут держаться часы. на двухстороннем скотче будет около 12 часов. я близко держу. на самом деле она будет на общий диаметр будет метр двадцать. в диаметре по внешнему краю. таким образом я поцеплю. и покажу как выглядит уже на стене. как выглядит на стене часы. сейчас ближе подойду. видно что здесь часы. эти основные элементы. это приклеено на двухсторонний скотч. часы на шурупе висят. остальные части циферблата которые здесь будут. они будут немножко меньшего размера. возможно из покрашенного акрила. оргстекла вырезаны и поставлены. будут приблизительно вот так выглядеть. как выглядят например они на люстре. сейчас выключу свет. это тоже оргстекло покрашенное. люстра тоже изготовлена своими руками. видео на моем канале есть. сможете увидеть как я подробно описывал. как это в изготовлении. в собранном виде таким образом выглядят часы.